Добрый вечер, дорогие друзья! Друзья, сегодня у нас в гостях в нашей студии Татьяна Верная. Это педагог, дирижер, композитор, а также автор песен. Татьяна Сергеевна, добрый день! Здравствуйте! Мы сегодня, разумеется, поговорим о поэзии, разумеется, поговорим и о музыке. Мы вас знаем вот сейчас как поэта, как автора текстов, сразу для нескольких рязанских, ну и, так сказать, иногородних певцов, исполнителей. Как давно вы занимаетесь сочинением текстов, сочинением стихов? Вы вообще поэт? Ну, начнем, наверное, у каждого творческого вида деятельности есть свое начало. Ну и, как правило, это начало, наверное, из детства. И, наверное, я не одна единственная, у которой также творческие какие-то способности появились именно с детства. Но на моей памяти это, наверное, раньше, конечно, тоже какие-то были стихи или слова о бабочках, о цветочках, о птичках. К сожалению, у меня до сих пор это не сохранилось. А вот с 1972 года, то бишь, когда мне было 15 лет, я с собой вот даже принесла вот такую, ну, самодеятельную книжечку, наверное, могу себе позволить сказать. Вот Таня Рожнова написала в этой книжечке 10 своих первых стихотворений. Вот. Ну, самое главное, что они уже тогда были достаточно серьезные, серьезные. И прошло время, и оно показало, что писать-то, в общем-то, я начала и слова достаточно серьезные. Это и философия, и лирика, и патриотика. Это непросто. То есть это все с детства. Да. Даже вот первые слова, которые вот, опять-таки, я к своему сборничку возвращаюсь, написала. Дружба – это слово света, и светлее в мире нет. Дружба – это лето, и прекрасней тоже нет. Тут ваше первое стихотворение, да? Ну, я считаю, да. Вот по памяти, это мое одно из первых стихотворений, первые строчки. Вот вы видите, 72-й год, уже вот такие желтые листочки. Здесь даже есть моя фотография 15, так сказать, вот, где мне 15 лет. Юная совершенно, но серьезная девочка. Так, такая по жизни. Скажите, а вот вы начали писать стихи, в вашей жизни какое-то событие случилось? Дело в том, что меня поэзия, в общем-то, привлекала с детства. То есть уже Лермонтов, Пушкин, Некрасов, позже Есенин, затем еще позже наши с вами рязанские авторы. Это и Нурислан Ибрагимов, это Елена Бартенева, Елена Корнеева, Ирина Морозова, вот, и многие другие. Но если говорить о песенных текстах, да, вы, кстати, задали вопрос мне, поэтесса ли я, да? Задали вопрос этот. Немножко, наверное, я вас удивлю сегодня, потому что как таковой себя поэтессой я не считаю. То есть поэт или поэтесса, это, в общем-то, по большому счету, это те люди, которые посвящают всю свою жизнь именно одному делу, так как я посвятила его музыке. Муза – это мое дело, профессиональное и дело моей всей жизни. А по поводу стихов, да, я пишу слова, так сказать, на свои песни и на какие-то темы пытаюсь, ну, это самовыражение. Вот, но поэтессой я себя, конечно же, не считаю. Я музыкант, профессиональный музыкант. Ромашки, ромашки, вы мне помогите узнать, милый любит меня. И тайну откройте, и тайну откройте, ведь жить с этой тайной нельзя. И тайну откройте, и тайну откройте, ведь жить с этой тайной нельзя. Цветы луговые, красивых нет, ромашки милее мне всех. Ромашки, подружки, скажите скорее, в любви меня ждет ли успех. Чем хотят стать дирижем? Вы знаете, тоже удивительная история, она есть. Дело в том, что я из большой семьи. У нас в семье практически все художники, музыканты, поэты. И вот, так сказать, композитор тоже есть, военный. Дело в том, что с детства это детские стихи, но в 2007 году у нас три сестры было. Сейчас осталась я одна. И в нашей семье была поэтесса, которая на самом деле профессионально занималась поэзией. Вот, в 2007 году Лариса Алматова-Белая, это моя сестра, она ушла из жизни. И вот здесь была большая трагедия. Сначала за вот именно седьмой год, который забрал моих близких людей, двух сестер и любимого зятя. И для того, чтобы пережить вот эти беды, а это было очень сложно, и буквально за полгода произошло, я стала писать. Я стала писать как стихи. То есть весь архив сестры достался мне. И когда я познакомилась с ним, изучила, я сказала, что я буду продолжать ее дело. И стала писать слова, и, в общем-то, и песни тоже. Я считаю, что это именно такой толчок был в моей жизни, который дала мне моя сестра Лариса Алматова-Белая. Как быстро вы перешли от поэзии, которая, собственно говоря, публикуется в сборниках, к работе именно с песнями. То есть, насколько я понимаю, это гораздо для вас интереснее заниматься именно песенным творчеством. Да, да, песенное творчество, оно тоже как раз появилось именно тогда. И вот первые песни, они были на слова как раз моей сестры. Это были детские песни. У меня был мальчик-исполнитель первый. Это Юра Дмитриев, сейчас он уже взрослый юноша. И тогда он исполнял, мы записывали с ним песни, и он их исполнял. А вот уже такую более серьезную вещь, где-то я, если говорить, что с 2007-го я начала писать, то в конце, в конкретно даже могу сказать дату, 9-го мая, я написала первую песню серьезную, тоже она на слова моей сестры. День Победы. И исполнил, записали мы эту песню с Владимиром Рагулиным, который сейчас, в данный момент, работает в нашем Рязанском народном хоре. Ну, я так понимаю, за это время достаточно большой путь проделан. А с кем еще вы сотрудничаете? С какими певцами? Ой, вы знаете, я бы сказала так. Наверное, вот одна из передач на нашем областном радио, которая была, назвали мы ее «Соцветие талантов». «Соцветие талантов» там, где я именно подробно рассказывала, как вот я искала исполнителей. Ну, во-первых, после ухода сестры у нее были тоже исполнители, она записала при жизни 18 песен. И я поставила своей задачей найти, отыскать этих исполнителей. И вы не поверите, что первая исполнительница, которую я нашла, отыскала, и до сих пор мы сотрудничаем, наше творчество, так сказать, идет параллельными дорогами, это заслуженная артистка России, наша рязанка Маргарита Марчукова. Это первая исполнительница. Я очень благодарна, что она исполнила и мои песни, и с сестрой сотрудничала. Тем дорога она мне как исполнитель, как человек, что она именно вот работала с моей сестрой. Затем лауреат международных конкурсов, всем известная, Евгения Валикова. Это народница наша, родом она из Копина, но уже все давно знают о том, что она наша рязанская. Затем лауреат также международных конкурсов, это Юлия Яшнова, это эстрадное направление. Затем лауреат эстрадных конкурсов Юрий Баранов, тоже вам известен и нашим рязанцам. Затем несколько исполнителей из нашего рязанского народного хора. Это Наталья Якунина, как я уже говорила, Владимир Рагулин, Татьяна Ларина, Елена Золотарева, Анна Лесникова. Но также у меня есть исполнительница, она является моей подругой, которая живет и работает в Москве, солистка государственной капеллы имени Вадима Судакова, Зои Мирошникова. То есть вот исполнителей достаточно, наверное, как я уже сказала, соцветия талантов. И действительно эти люди все на слуху не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Любви лебединой Мне захотелось Кругом суета И пошлость, и грусть Пусть лебедем станет Мужчина любимый И добрым, и верным Будет он пусть Ну что ж, давайте поговорим о тематике, которую вы поднимаете в своих произведениях. Ну, во-первых, это лирика Лирика Это любовная лирика Патриотика Немаловажная тема в моем творчестве Философия Тоже присутствует Вот такие вот темы основные Я почему сказал сейчас о женщине Ну вот несколько песен я все-таки послушал Перед началом нашей беседы Мне показалось, что это Ну вот именно любовная Тетематика, да, скажем так Она Насквозь так пронизывает Прошла через ваше творчество То есть, я думаю, что вы много размышляли о месте женщины в современном мире Вот в 21 веке Как вот Вот вы сами оцениваете это место? Конечно же 21 век Загрузил женщину весьма То есть, если раньше женщина была Хранительницей только очага Воспитывала детей И так далее, и так далее То сейчас Современная женщина Может все Буквально Она и с современными Управляет современными технологиями Она За рулем Не потому, что ей очень это нравится Или Это просто необходимость Потому что Ритм сегодняшнего времени Достаточно быстрый Темпы Темпы очень быстрые И современной женщине Надо успеть все То есть, я бы сказала, наверное Вот в двух словах Современная женщина Она уникальна Она уникальна Она красива Она добивается Образования Она делает Свою карьеру Она воспитывает Детей И, конечно же Конечно же Как любая женщина Она хочет быть Любимой Естественно То есть, это Уют Это атмосфера в доме Конечно же Зависит от женщины Но я себе Наверное Позволю сейчас Вот Зачитать Стихотворение Моей сестры Где она Вы знаете Сполна Ответила Вообще Вот так сказать Что такое Женщина Я себе Сейчас вот Позволю найти Это стихотворение Вот оно Оно Так и называется О Женщина Лариса Всегда И не забывай Что послана На землю ты Чтоб жизнь Продлить На многие Года О Женщина Молю тебя Будь солнцем Ты Согрей своим теплом Весь шар Земной О Женщина Молю тебя Будь Женщиной Чтоб было Хорошо Всегда С тобой То есть, вот Понимаете Формулу женщины Вот сестра моя Как-то она вот Более Наверное Ну Нежно Передала И в то же время Глобально Вот Что для нее Была женщина Я конечно согласна Буквально с каждым словом То есть, женщина В любом случае Какая бы она ни была Современной Она должна Оставаться Женщиной Мягкой С улыбкой Красивой И Скажем так Слабой В разбитых зеркалах Неверно отражение Разбитые сердца Надежды лишены В обманутой душе Лишь холод отчуждения Лишь ревность и полы И призрачные сны И призрачные сны На ютубе у вас есть канал, куда вы выкладываете свои записи, запись своих клипов. Вот расскажите об этом, потому что я знаю, что и вы лично занимаетесь съемками, монтажом клипов. Как вы к этому, что называется, пришли и почему вообще решили заниматься именно видеосъемкой? Ну, здесь своя история. Своя история. Как я уже начала говорить о том, что 2007 год был очень переломным не только в моей жизни, но и в моей судьбе. Причем очень кардинально. Я никогда не думала о том, что я буду когда-то писать песни. И уж, конечно, не думала о том, что я буду снимать клипы. У меня вот такое представление было. Ну, хорошо. Вот слушаю я песню. Слышу. Слышу ее. И в своих мыслях, а я человек очень люблю размышлять и, так сказать, люблю все новое, неординарное. И добиваться вот таких вот моментов в своей жизни. Вся жизнь моя из этого состоит. Я подумала, а почему бы вот как бы не начать снимать клипы? Ну, понятно, что для этого нужна подготовка. Что вы думаете, я делаю? Я приглашаю домой к себе преподавателя, оператора. Он работает со мной буквально год, год. Учит меня снимать видеоматериал, монтировать его. То, что для меня было, конечно, совсем. Но ничего. Сейчас я с этой задачей давно справилась и с удовольствием это делаю. То есть, вы понимаете, ведь я в городе провожу творческие вечера, творческие праздники вот на основе своих песен, да. Я уже потом стала замечать такую вещь, что и мои мысли как бы они оправдались изначальные. Почему я подошла к съемке клипа, да. Слушается песня, вот в зале сидят люди, и я наблюдала. А вот когда песня идет с клипом, вы знаете, совершенно другое восприятие. Хорошо слышать, слушать великолепного профессионального музыканта. Но когда это подтверждено видео, поверьте мне, восприятие гораздо острее, и тема данной песни раскрывается гораздо ярче. Палевые цветы, палевые, Васильки, ромашки в луках, Ярко-синие, голубые, На бескрайних российских полях Ярко-синие и голубые На бескрайних российских полях Продолжение разговора о современности. Вот молодые люди, ну, очень активно, в общем-то, пользуются интернетом. Я, насколько знаю, вы и педагогической деятельностью занимались, работали, наверное, и в том числе с достаточно юными, молодым поколением подрастающим, как сейчас принято говорить. Они, как вот ваши песни, вот вы им когда-нибудь их показывали, вот такие песни они воспринимают? Вы знаете, не поверите, и я не считаю, что это странно, потому что им это не чуждо. Это им не чуждо. Я наблюдала реакцию, как раз вот вы сказали о молодежи, наблюдала реакцию молодежи, как они воспринимают песни, как они воспринимают темы и как они воспринимают исполнителей. И вы знаете, в общем-то, со знаком плюс. Я очень благодарна, что молодежь такая есть. Правда, сейчас это принято говорить, как что, вот молодежь, значит, на песниках, где ни слов, где ни мелодии, ничего подобного. Есть молодежь очень интересная, которая слушает, которым тема войны интересна, которым интересна любовная лирика, даже пейзажи, вот понимаете, им это все интересно. Ведь здесь как, скажем так, профессиональное начало, ведь они тоже чувствуют. Если это сделано непрофессионально, даже они просто вот дилетанты, но есть, как мы говорим, принято говорить, божий дар. И человек может отличить. И среди молодежи таких достаточно много. И ребята, и девушек. А вы сами следите за творчеством молодых авторов, например, поэтов, ну, прежде всего, наверное, поэтов. Среди них встречается для вас что-то интересное? Вы знаете, да, да. Я очень, так сказать, ну, естественно, поскольку я живу в Рязани, и меня в первую очередь, конечно же, интересуют наши поэты, те, кто пишет. Вот, конечно же, у меня сборники наших авторов. Это, как я уже говорила, Нарислав Ибрагимов, Елена Бартенева, Ирина Морозова, Енадий Николаевич, ныне покойный. Вот год назад он ушел из жизни. Синельщиков, вот, затем Елена Корнеева, вот, да, есть, конечно, авторы, и даже на их слова я пишу песни. Вот на слова Ирины Морозовой написано у меня несколько песен, на слова Елены Корнеевой одна песня написана, исполнила Маргарита Марчукова. Да, конечно, я интересуюсь, я просто обязана, поскольку я занимаюсь и нахожусь в этом формате, я обязана просто интересоваться всегда, иначе просто не будет никакого роста. Не падай, звезда моя, подожди, Еще я не все поймала дожди, Еще на земле мне рады. Не падай, звезда моя, не падай. Ну и один из завершающих вопросов. А на что сейчас свои силы направляете? На запись клипов очередных, сочинение текстов или занимаетесь созданием музыки? В данный момент, вы знаете, я занимаюсь несколькими делами сразу. Но, как бы сказать, что у меня такой опыт есть, наверное, сейчас он особенно. Почему отвечу сама на этот вопрос? Потому что, наверное, не хочется говорить об этом, но как бы возраст данный, красивый возраст, заставляет очень много работать. Больше, чем даже прежде. Во-первых, я пишу родословную своей семье, занимаюсь архивом. Дошла до 18-го года. Затем в данный момент пишу, значит, видеокнигу, «Момент истины» называется. В этой книге я описываю, так сказать, всю свою семью. Ведь, как я уже говорила, в нашей семье семь детей было. И вот судьбу каждого ребенка, каждой семьи, племянников, внучатых племянников, здесь я все описываю. Это большая, длительная работа. Пока ее я не завершила. Думаю, вот за эту зиму у меня удастся. Это, естественно, я дальше пишу песни. На сегодняшний момент у меня в аранжировке песня народного плана для молодой исполнительницы из Рязанского хора. Еще одна песня, так сказать, тоже в таком народном плане. И одна песня на военную тематику. Военная тема. Это вот сейчас, в данный момент. Буквально вот осенью я сняла, написала и сняла клип на эту песню. Здесь я позволила посвятить ее себе. Как правило, я много песен посвящаю своим друзьям. Даже вот у меня прошлый год был запланирован так, что я делала посвящение, писала. Причем на дни рождения. Понимаете, это необычная форма подарка. Вот такого. То есть я писала песню. А если возможно было, я снимала клип и делала вот такие подарки своим друзьям. Ну, здесь я написала песню. Вот такой вот диск. Называется она «Женщина-осень». Я очень люблю осень. И, в общем-то, свое определение, как бы, я бы сказала так, что я женщина-осень, да, на самом деле. Записали мы ее с Юрием Барановым. С удовольствием ее исполнила. Очень удачно, кстати. И записала, написала, клип сняла. Снимал клип мой оператор, который меня учила когда-то. И вот получился клип, песня. И я долго не выкладывала в интернет, но, в общем-то, выложила. Я посвятила себе. Это, наверное, последнее видео, когда я посвятила именно себе. Потому что, как правило, я достаточно строго отношусь к себе. И это не совсем, наверное, может быть корректно. Но считайте, что это материал для архива для моих потомков. Вот так вот. Наверное, так. Вот и скажите мне, я не богата. Нету на свете богаче меня. Весь этот клад я несу вам в подарок. Люди, берите, богатая я. Весь этот клад я несу вам в подарок. Люди, берите, богатая я. И в завершении нашей сегодняшней программы мне хотелось бы закончить ее такими словами. Поскольку я музыкант, конечно же, о музыке. Спасибо, музыка, за то, что ты меня не оставляешь, Что ты лица не закрываешь, Себя не прячешь ни за что. Спасибо, музыка, за то, Что ты единственное чудо, Что ты душа, а не причудо, Что для кого-то ты ничто. Спасибо, музыка, за то, Чего и умным не подделать, За то спасибо, Что никто не знает, Что с тобой поделать. Ну что же, на этом наш разговор подошел к концу. Спасибо вам большое, что сегодня в студию пришли И рассказали о себе, О тех людях, с кем вы сотрудничаете. Мне кажется, было очень интересно и познавательно. Большое вам спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо, музыка, за то,